Начал совещание со своего доклада начальник полиции Юрий Гришин. Он сообщил, что в городе снова активизировались интернет-мошенники. Сотрудник правопорядка призвал десногорцев быть бдительными и реагировать на подозрительные письма и звонки, никому не сообщать свои персональные данные. С 14 октября в Десногорске стартовал месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству. В рамках месячника запланирован целый комплекс санитарных мероприятий. В городе будут очищены улицы, парки, дворы и придомовые территории от мусора и опавшей листвы. Участие в нем примут предприятия и организации всех форм собственности, учреждения социальной сферы и управляющие компании. Управляющая компания приступила к работам по осеннему месячнику. Персонал выведен, техника есть, собираем, готовим, гвозим листву. Служба благоустройства готовится к зиме, готовим технику, ведется подготовка песчаной соляной смеси, перемешивая. Ну и значит смесячник, занимаемся уборкой листвы, ну мусора, сажаем деревья. Глава города Андрей Шубин призвал обеспечить контроль за проведением по благоустройству и наведению санитарного порядка. По мере присоединения данного мероприятия я попрошу нашу руководителей всю информацию каждый день передавать в 18 часов комитет Блинских ванных полу. А мы дальше будем иметься, помолировать и вести уши. В ходе совещания председатель комитета по культуре Анна Королева анонсировала праздничные мероприятия. 18 октября на городской летней эстраде пройдет празднование Дня призывника. В программе торжественные поздравления призывников, а также показательные выступления выисковой части 3349 из Красного Бора. В 13.00 в Десноборском историко-клиническом музее открытие фото-выставки «Долг и чей служит России» экскурсия музея поискового движения. 19 октября в 18.00 и 20 октября в 11.00 стартует первенство Центрального федерального округа культурский волос среди мужских команд. Приглашаем всех по Десна. На следующей неделе планируется торжественное открытие скейт-площадки, расположенной на территории физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. 14 октября на объекте были завершены монтажные работы. Он полностью готов к сдаче в эксплуатацию. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.